Большой всем привет! Вы смотрите канал ТипТоп. В последние несколько лет фильмы студии Marvel не раз возглавляли бокс-офис и подарили нам немало хороших эмоций. Как часто бывает, многое из того, что мы видели на экране, является импровизацией. В этом видео рассказы про шесть примеров импровизаций для ваших любимых фильмов Marvel. Мстители. Герой Роберта Дауни-младшего, эксцентричный миллиардер Тони Старк, всем давно знаком. Мало кто знает, что во время съемок Мстителей Роберт, чтобы не гонять ассистента в трейлер, слишком часто периодически прятал всякие вкусняшки на съемочной площадке. Причем так, что никто, кроме него, не мог их найти. Создатели фильма решили сделать эту особенность Дауни-младшего чертой характера его персонажа. В одной из сцен, когда Мстители обсуждают, как им действовать дальше, Роберт вдруг начинает предлагать всем чернику и сам ее тоже ест. Причем этой сцены не было в сценарии. Так что для актеров это стало неожиданностью. Мстители. Эра Альтрона. До выхода фильма в 2015-м над персонажем Соколиный глаз часто издевались, считая его самым бесполезным членом команды Мстителей. Во второй части фильма фанатов у героя, актера Джереми Реннера заметно прибавилось. Сценаристы внесли некоторые изменения в характер персонажа. В середине фильма Соколиный глаз и Ртуть начинают бросать друг другу вызовы и всячески друг друга подкалывать. В какой-то момент Соколиный глаз так говорит о Ртутье, я видел, как Альтрон сидел на нем. Позднее оказалось, что этой странной фразы не было в сценарии. Ее выдумал Реннер прямо на съемочной площадке. Невероятный Халк. В конце фильма генерал Таддеус Роз пьет в одиночестве в баре, когда появляется Тони Старк. В ходе беседы Старк рассказывает, что создает команду супергероев Мстителей. Позднее Роберт Дауни-младший и Уильям Хёрд признались, что вся сцена была ими симпровизирована. Конечно, у них были какие-то указания. Например, обязательно упомянуть Мстителей, но все остальное сочинили сами актеры, благодаря чему сцена получилась отличной. Человек-муравей. Это один из самых смешных фильмов студии. И неудивительно, ведь актер Пол Рад, сыгравший главного героя, комик, который много снимался в комедиях. Но не только он импровизировал в фильме. Оказалось, что большинство диалогов между Бобби, Конновали, Джуди Грир и Полом Радом были сымпровизированы ими на основе указаний режиссера. Ситуация усложнялась тем, что по сюжету все три персонажа находятся в непростых отношениях. Новый Человек-паук В новом фильме о Человеке-пауке есть много отличных сцен. Одна из них была исполнена Деннисом Лири, который сыграл капитана Стейси. Талантливый актер в одной из сцен. Он пошутил там, где шутки в сценарии не было. В сцене, когда Человек-паук рассказывает Стейси и остальным о ящере, тот спрашивает его, уж негодило ли это. Первый мститель Крис Эванс отлично подошел на роль капитана Америки. Более того, многим очень понравилась его физическая форма. Хейли Этвелл, сыгравшая в фильме Пегги Картер, даже не смогла удержаться от того, чтобы не потрогать мускулы актера. Сцену решено было оставить, поскольку Эванс отреагировал на это очень естественно. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Следующее видео уже завтра. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!